привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть under hell самую крутую модификацию для half-life 2 на свете то есть это хоррорная модификация которой нет хоррора по крайней мере пока что насколько я знаю в ближайшее время не ожидается потому что это все-таки пролог здесь мы просто воюем с террористами допустим сейчас мы уничтожили парня который взял заложницу это было как сайт миссия а тем не менее больница захвачена непонятными террористами они не выдвигают никаких требований и нас как особого спеца вызвали сейчас нам нужно подняться наверх этого здания напротив и там получить дальнейшее распоряжение то есть наш парень не просто спецназ он похоже очень круто так ладно осталось понять куда крутому парню идти ощущение что крутому парню сюда так хорошо они прикрывают все двери твою мать за нервничал да твою мать все больше не рачим так похоже начинает штурм так надо маленько маленько чуть чуть убавить чувствительность мыши потому что я не знаю я всегда играю на небольшой чувствительности потому что я целиться очень много хорошо они там заходит ладно мы выдвигаемся вниз вместе со всеми лифт работает короче говоря дробовик можете круто но я хочу маленько с этим побегать так ну что приступаем народ идет за нами все чисто что-то спецназа не особо хорошо я смотрю ох кровище то сколько япона мать больница такая прям навевает воспоминания чем это лучше чем это сложно сказать офигеть тут народу положили хорошо набираем всякого так пока мы тут не знаю как обычно круголя нарезаю народу полегло пипец я одних кругов наблюдаю только где все ладно хватаю чё попало так допустим здорово че у тебя там понятно чё-то у меня как-то с прицеливанием сегодня вообще никак хотя нет нормально полечиться еще а если найду пинты нет это кровище чё-то штурм я посмотрю так прошел не особо хорошо вас не поймешь мозги брызнули понял потерял голову парень проскинул мозгами твою мать куда же упрете еще есть желающие с подствольником ноууууу блин аж прям я не знаю до адреналина звук в игре вообще отличный просто очень очень крутой даже не ожидал но я горю этот мод этот мод ох уж этот мод так лечиться нам пока не надо и целом все хорошо это чё такое не знаю я выхожу да смотри меня приучили уже в туторию никому не верить спасибо что спас меня если ищешь остальных зря теряешь время они куда ты еще ушли не знаю куда давай заложники спасают остальные через подвал куда-то ушли нам нужно сейчас клифту и через него двигаться подвал так туалет и ненавижу туалет и слава бога тихо только вылез а не значит а вы знаете прицел это конечно хорошо блин ему руку отрывал расчлененка есть но то что у него полуавтоматика режим огня я не знаю как сменить это не очень круто поэтому лучше давать смп-7 спасибо ху блин я не знаю не знаю как там скоро на составляющей и не знака она появится скоро нет но с остальным полный порядок это очень крутая игра как еще стрелять надо приучиться как-то я не могу к местному сенсу привыкнуть и настраивать больно париться с неотхотом есть кто слышу чё нормально парень твою мать до япону же мать ты посмотри охренеть просто я чё промахивался я не промахивался я прям в тебя лупил сколько в тебя вошло то я был не прав насчет этого пулемётика что ли ладно так хорошо надо подлечиться тогда костюма брони у нас совсем не да так что вот это вот такое сэндвич восстанавливает чуть-чуть выносливости совсем мало здоровья жалко что сохраняться не могу в принципе это и правильно на самом деле но просто просто не так комфортно мне не знаю в этой игре звук прямо орёт то есть на стандартной сложности из-за этого каждой перестрелки то есть пугаешься так с этим все понятно что у нас там нам похоже туда надо двигаться да что ж ты физика ты такая физика прекрати сэндвич шоколадка я хочу шоколадку очередная зарисовка из жизни блэка спецназ бешеный переваливший кучу народа такой шоколадка ранит ящики я не понимаю что это за террористы вообще зачем они захватили не малейших объяснений пока нет показалось человек находится здесь говори мне еще петушок ух какие вы злые такое ощущение что они слышат как я выхожу да твою же мать кровотеченье течь крови нехорошо вау меня снесли просто так на я чувствую проблем у нас хватит а вот чекпоинтами что-то как-то не очень ты какая злая игра ты посмотри подружка твоя где бежит так все хорошо на самом деле рвут просто со страшной силой я даже не ожидал ладно будем привыкать что-то как-то расслаблено бежал теперь уже не так расслаблено уже понимаешь что здесь реально опасные нужно действовать очень аккуратно и постоянно собирать все вот эту фигню так давайте восполним здоровье пока мы в более менее безопасном месте и вообще врагов мы не в самом лучшем сейчас месте врагов лучше выманивать я думаю на себя как думаете или все-таки пойти вперед с другой угол короче с вами парни будут проблемы я смотрю давай давай родной иди сюда предсказуемые просто как я не знаю кровища в игре просто мое почтение да где же вы вас не поймешь то прям кучей твою мать охренеть чё гаубица ты не принес твою же дивизию ты посмотри кровь течет да парни вы и место горит огромная Господи, это какой-то говорливый-то. Короче говоря, он говорит о том, что это... Так, это не открывается у нас. В водостоке и... Каждые два года здесь проводится чистка. Остальное время здесь практически никого не бывает. В эти два года, как приходят, говорит, находим кучу трупов. Не знаю почему. Ладно, что я хочу сказать. Кровотечение враги делают очень быстро. Чем меняются вот эти оружия? Я не пойму. То есть... У нас не так много бинтов. Они просто дико все сносят. Ну и ничего, парни. Придется привыкать, придется справляться. Первый раз, что ли, на самом деле. Да. Водоочистные есть водоочистные. А вообще, думаете, для чего вот такие вот огромные помещения под землей? Это как раз, чтобы на случай бешеных ливневых осадков, либо там на случай наводнения, эти полости под водой, ой, под водой, говорю, под землей набираются водой, и таким образом город избегает оттопления. Но, понятное дело, у них свой предел есть. Ну, практически под каждым крупным городом имеется вот нечто такое. Так, я не знаю, МП-7 надо бы уже осваивать, потому что, ну, блин, с дробовика на дальних расстояниях не особо повоюешь. Ну, как на дальних, на средних. Да, икона, мать. Прыгать здесь персонаж не так, как в Half-Life, поэтому тоже нужно переучиваться. Вообще, переработали абсолютно все. Баллистику, звуки, графика даже, такое ощущение, что ее как-то маленько изменили. Причем не в лучшую сторону, не в худшую, а просто по-другому. Очень много своего добавлено, короче говоря. И это круто. Так, не поддается. Хорошо, какой-то рычажок, давайте посмотрим, здесь ничего нет больше полезного для нас. Кнопочки, ух ты, не понимаю. Непонятные вещи, лучше не нажимать, это я уже давно себе выяснил. Ага, понял. Вот по-любому здесь куча... Вон, я уже вижу. Да нет, смотри, робит неплохо. Блин, дверь закрыла. Вау, вау, вау! Твою мать! Какого хера? Эта игра... Она вообще не церемонится с тобой. Она просто реально... Если враги есть на уровне, они придут к тебе. Они не будут по-одиночке. Вот она очень хорошо показывает, что будет с одиночкой вообще во время такой войны. То есть, тупо набрасываются скопом и начинают рвать. Это, по-моему, очень показательно. Так, ладно, допустим. Офигеть, народу перебить пришлось. Просто не успеваешь перезарядиться. Так, ладно, парняги. Это работает. Ну и вроде как ничего. Спокойно относительно. Потому что все, кто могли, уже там погибли. Да мы их неплохо порубали, конечно. Было страшно, но было весело. Пинок ногой выручает. Я даже совершенно не думал, что так будет, но это так. Это что за звуки еще? Он там, говорит? Конечно, я тут. Так, мне что, сюда лезть? Я не хочу в воду. Что-то мне подскажет, что здесь есть еще пути. Так, подожди. Одновременно достоинство игры и ее недостаток, это ее размеры. То есть у авторов явная такая гигантомания. И все помещения они сделали огромными. Перестрелки в итоге получаются... Ну, то есть перестрелки очень быстрые и стремительные. И после них по помещениям приходится уже просто бегать. Ну, бегать интересно. Места не скучные. Представьте вот в таком месте заблудиться, да? Это же просто пипец. В темноте. Ну, там с фонариком. Я, походу, просто переиграл в хорроры. Да ты посмотри на них. Это же просто невозможно. Что с тобой не так? Это от него отлетело, нет автомата? Парень, похоже, кончился. Ладно, вроде спокойно. Все свои получили. Давай, вот, спи с нас! А не так уж и мокрых. Чекпоинт отлично. А все отдыхают. Насколько я понимаю, стелса как такового тут нет. То есть, если ты ударил врага, допустим, ногой прибегают все. Надо будет проверить еще раз, конечно. Но будем иметь в виду. Так, хорошо. Ну, а в целом, не знаю, давайте на сегодня заканчивать, наверное. Побегали неплохо. Как я и говорил в начале... Ну, то есть, как мне говорили, а я только повторяю за другими. В начале просто идет жесточайший экшон. И экшон именно такой. Он наказывает игрока. Так, еще один чекпоинт. Хорошо, нам сюда. Что же у нас там? А, туда мы не пройдем, походу. В общем... Что можно сказать? Злобно. И реально сложно. Но при этом очень зрелищно. И очень... Как это сказать? В общем, оружие стреляет, как будто оно настоящее. Будьте уверенны. Это очень важно лично для меня в шутерах. И поэтому, допустим, я играю в тоже DayZ. 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 Кому как нравится. Но при этом не играю в WarZ, или как она сейчас там называется... Infestation, по-моему. Я даже не помню. Потому что первое видно, что настоящее. А второе видно, что какая-то игрушечная и неправдоподобная. Здесь вот именно ощущение настоящего, пряцающего оружия. И именно нахождение тебя в этом игровом мире. Оно полное. Для меня пока что это один из главных плюсов этой модификации. Потому что, ну, перестрелки, в принципе, мы видели в куче других игр. Но действительно хороших перестрелок, на мой взгляд, мало. И, допустим, мне нравятся перестрелки ни в Call of Duty, ни в Battlefield 3, 4. Очень мало игр, которые реально меня радовали бы перестрелками. И вот это вот радует. Вот и ладно. Будем ждать дальнейшего развития сюжета. Пока что его практически нет. Но пролог, он, в общем, такой пролог. Основной сюжет будет в Чаптере 1, насколько я понял. Пока что просто крепкий экшен. И в следующей серии будем догонять этих террористов. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok